Всем привет! Знаете, бывают люди, одного взгляда на которых хватает, чтобы понять. Вот с ними шутки плохи. Что ж, в сегодняшнем видео мы собрали для вас как раз таких. Самые сильные люди мира, великаны, титаны, настоящие горы мышц. Уже заинтригованы и не терпится на них взглянуть? Ну тогда поехали! Брайан Шоу Профессиональный американский стронгмен, четырехкратный победитель турнира World Strongest Man Брайан Шоу, родился в Колорадо. Свою карьеру он начал в 2005 году с победы в соревновании «Самый сильный человек Денвера» в статусе любителя. И всего несколько месяцев спустя уже присоединился к профессионалам и дальше продолжал показывать просто феноменальные результаты. Например, в 2009-м на турнире «Фартисимус» в Канаде Брайан стал единственным человеком, который смог поднять шесть гладких камней массой от 140 до 200 килограммов. К слову, вес самого Шоу — 201 килограмм, рост — 203 сантиметра. И это не случайно, ведь оба родителя силача довольно высокие. Но и другие показатели Брайана довольно внушительны. Бицепс — 58,5 сантиметра. Обхват груди — 152,5 сантиметра. Полтора метра, черт возьми! В 2017-м году Брайан Шоу стал победителем Арнольд Стронгмен Классик, а в 2018-м взял серебро. Помимо собственных тренировок, сегодня Шоу также выступает в качестве профессионального тренера для других спортсменов и любителей. Британский силач Эдди Холл родился 15 января 1988 года в городке Нью-Касл-Андерлайм, Стаффордшир. Рост Эдди — 191 сантиметр, вес — 181,5 килограмм. А лучше всего об этом парне говорит его прозвище — Зверь. Эдди получил допуск на турнир World's Strongest Man, тренируясь как культурист, а в 2010-м стал первым на England's Strongest Man 2010. Спустя год, в 2011-м, он повторил свой успех уже на UK's Strongest Man. После этого его выступления на престижных конкурсах были не очень успешными, пока не наступил март 2015 года. На Арнольд Классик в Австралии Холл установил мировой рекорд, подняв вес 462 килограмма в становой тяге. А на World Deadlift Championship побил свой собственный рекорд в становой тяге, подняв уже 463. И разница в кило только кажется незначительной. Когда речь идет о таких показателях, поднять на килограмм больше — это практически как совершить подвиг. Но самый главный свой рекорд Эдди установил 9 июля 2016 года, одолев невероятные 500 килограммов. Половина тонны! По словам самого спортсмена, ему очень повезло, что после такого веса он не подорвал здоровье, потому что нагрузка на организм была по-настоящему огромной. Жедрунос Савицкас по праву считается одним из самых сильных людей в мире. Еще бы, ведь мало кому удавалось выиграть подряд хотя бы два турнира Арнольд Стронгмен Классик, а этот парень сумел держать лидерство на протяжении шести лет подряд. Помимо этого, Жедрунос неоднократно побеждал на международном турнире силачей World's Strongest Man и менее известных соревнованиях. За свою спортивную карьеру литовский Стронгмен успел установить уже более 20 мировых рекордов по версиям различных стран и федераций в силовом экстриме и пауэрлифтинге. Правда, на его пути тоже случались взлеты и падения, а также по-настоящему серьезные травмы. Так, в 2001-м Савицкас порвал надколенные связки на обеих ногах. После такой травмы многие уходят из спорта, но уже через 9 месяцев силач выиграл чемпионат по трейборью и первенство Стронгменов Литвы. Последнее на сегодняшний день достижение Жедруноса – первое место на World's Strongest Man 2014 года. А ведь спортсмену на тот момент было почти 40 лет. Дмитрий Халаджи Когда речь заходит о силачах и разных мировых чемпионах, обычно называют показатели вроде роста и веса, а заодно упоминают, какой вес может поднять спортсмен. Но знаете, о Дмитрии мы хотим в первую очередь сказать следующее – он поднимает лошадь. Нет, серьезно, смотрите сами. Кажется, что подобные подвиги должны быть в числе будничных занятий Геракла или Халка, однако Халаджи – вполне реальный человек. Причем имеется в виду вполне взрослые и здоровые лошади, находящиеся в сознании. И, видимо, немного в шоке от того, что их кто-то несет на руках. И их, в принципе, можно понять. Сам Дмитрий говорит, что ничего страшного ни для него, ни для лошади в этом трюке нет. Максимум, что может случиться, это если лошадь начнет брыкаться, и тогда они оба упадут на землю. Но на лошади достижения силача, конечно, не заканчиваются. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 63 различных рекордов. Мариуш Пудзяновский Некоторые считают, что после ухода из пауэрлифтинга спортивная жизнь человека в каком-то смысле заканчивается. Но Мариуш Пудзяновский – живое подтверждение тому, что дело обстоит совсем иначе. Пятикратный обладатель титула «Самый сильный человек в мире», также становившийся самым сильным в Европе, одновременно является штангистом, четырехкратным чемпионом Польши, борцом кюкюсинкай карате и регбистом. Сейчас масса Мариуша – 132 кило, рост – 186 сантиметров. Поскольку силачу уже больше 40 лет, он практически отошел от силовых упражнений и переключился на ММА. В 2009 году состоялся дебют спортсмена в клетке. Несмотря на статус новичка, Пудзяновский в силу своей популярности сразу стал выступать в лучшей польской ММА и биться в главных боях вечера. Он выступает до сих пор. Последний бой Мариуша прошел 9 июня 2018 года. Витаутас Лалас Иногда, чтобы выбрать свой жизненный путь, достаточно иметь перед глазами чей-то вдохновляющий пример. Для литовского спортсмена Витаутаса Лаласа таким примером стали достижения и победы его земляка – Жедрунаса Савицкаса. Силач Лалас победил на юниорском чемпионате Литвы в 2005 году и Стронгэст Мэн Литвы в 2010 году, а затем прошел через множество схожих конкурсов в разных странах, чтобы встретиться со своим кумиром на World Strongest 2012. Правда, Витаутас все же уступил чемпиону и занял второе место, но серебро на таких соревнованиях – это тоже невероятно круто. Тем более спортсмен явно не собирался останавливаться на достигнутом. 2 марта 2013 года Витаутас стал сильнейшим на 2013 Арнольд Стронгмен Классик в Коламбусе, штат Огайо, а также выиграл Стронгмен Чемпионс Лиг ФАЙБО в Германии. Василий Веростюк Список достижений Веростюка выглядит как нечто фантастическое. Какие рекорды у этого украинского силача? Ну, например, он тянул трамвайные вагоны – 5 штук, общей массой 101,5 тонны, и сцепку из 10 машин Митсубиси Каризма. Общий вес – 16,5 тонн. 18,5 метров за минуту. 7 Митсубиси за это время Веростюку удалось сдвинуть на 25 метров. А еще он установил совершенно новый рекорд с ледяными кубами. Фигуры весом по 150 кило каждая силач поставил на тумбы высотой 130 сантиметров всего за минуту. Зачем? Ну, такое вот интересное достижение, единственное в своем роде. Кроме того, в 2004 году Веростюк был признан сильнейшим человеком планеты и чемпионом мира по одной из версий в 2007 году. Эрвин Катона Один из самых сильных людей на Земле, Эрвин Катона, родился в 1977 году в городе Суботице, Сербия. В детстве он буквально рос на фильмах с участием Сильвестра Сталлоне и Жан-Клода Бандама. И это во многом определило круг его интересов, а заодно всю дальнейшую жизнь. С самого детства атлет увлекался силовыми видами спорта и в возрасте 25 лет начал серьезно заниматься пауэрлифтингом. Какое-то время Эрвин пробовал себя и в кикбоксинге, но вскоре решил, что это не его, из-за того, что буквально не терпит насилие. Да, в это сложно поверить, но огромный 155-килограммовый мужчина до сих пор считает себя пацифистом, не понимая, как можно получать удовольствие от избиения противника. «Я и так самый сильный, все это знают. Вовсе не обязательно бить кого-то для этого», заявил Катона в одном из интервью. На сегодняшний день Эрвин имеет более 30 чемпионских титулов по всему миру, а также рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Это, кстати, его любимое достижение. В течение 62 секунд спортсмен удерживал автомобиль весом 980 килограммов. Удивительно, но кроме этого Эрвин также очень гордится, что смог открыть собственный спортзал в родном городе, где и занимается 5 дней в неделю по 2 часа. Терри Холландс Британский стронгмен Терри Холландс с самого детства был довольно крупным ребенком. При рождении его вес составлял почти 6 кило. Спорт быстро стал неотъемлемой частью жизни Терри. Парень серьезно занимался дзюдо и регби, однако впервые пришел в тренажерный зал лишь в возрасте 22 лет. Он собирался немного подкачаться и улучшить свои физические показатели для игры в регби. Однако спустя три года спортсмен получил травму ноги и вернулся в зал с конкретной целью — заняться силовыми упражнениями. Через год упорных выматывающих тренировок Терри смог занять первое место на UK Strongest Man, и дальше его карьера пошла в гору. Сегодня Терри уже 39 лет, но он все еще в прекрасной форме и может ставить новые рекорды. Хотите доказательств? В мае этого года Терри Холландс установил новый мировой рекорд, потянув автобус «Дабл Деккер» весом 12 тонн на 20 метров за 17,41 секунды. То есть на 5 секунд быстрее, чем прошлый рекордсмен. Хафтер Бьернсон Даже если вы далеки от силового экстрима, бодибилдинга и любого спорта, вам все равно наверняка знаком этот человек. Хафтер Бьернсон — исландский спортсмен, многократный призер соревнований за звание «Самый сильный человек планеты». А еще исполнитель роли Григора Клигана — «Горы в Игре престолов». Теперь вспомнили, где видели его лицо, да? П***ть! Сегодня Хафтеру 29 лет. Его вес — 200 кило, а огромный рост — 206 сантиметров — считается в семье силача абсолютной нормой. Ведь рост его отца составляет 203 сантиметра, а деда — 207. Исландец начинал свою карьеру в качестве баскетболиста, но после травмы колена завязал с баскетболом и решил попробовать себя в силовом экстриме. Он трижды признавался самым сильным человеком Исландии, а в 2015 году сумел побить тысячелетний рекорд на соревнованиях «Сильнейший викинг мира». Хафтер притащил 650-килограммовое 10-метровое бревно на пять шагов вперед. Прежний рекорд был установлен в начале X века исландским викингом Ормом Сторлфсоном по прозвищу «Орм Сильный», который пронес на себе корабельную мачту аналогичного веса всего три шага и после получил серьезный перелом. Псс, дружище! Хочешь немного новых технологий и крутых гаджетов? Мысленно уже находишься в будущем? Тащишься от больших машин и не представляешь своей жизни без роботов? Загляни на тех зон и найдешь целую кучу этого добра! Ссылка находится в описании! Заинтересовали? Ну вот и отлично!